В цехе сборки научно-производственного объединения имени Лавочкина Небывалое оживление Инженеры напряженно изучают чертежи Рабочие последовательно выставляют заготовки Чистота, как в операционной Движения сборщиков отточены, будто это хирурги Волнения нет, хотя событие историческое Здесь каждый, в буквальном смысле слова, прикасается к истории освоения космоса Ведь эти аппараты полетят исследовать Луну Аппараты для лунной программы собирают в самом большом цехе НПО имени Лавочкина Его размеры 30 на 90 метров Это как хорошее футбольное поле А под потолком мог бы поместиться семиэтажный дом Лунная программа возобновлена после 30-летнего перерыва Современные автоматические станции, конечно, отличаются от аппаратов 70-х годов Однако конструкторы понимают, возвращаться на земной спутник придется по старой схеме Вначале будут заново учиться самому сложному – мягкой посадке Пионером новой лунной эпохи уже через два года станет зонд «Луна-Глоб» Мы проведем воспоминания того, как посадились раньше на Луну Но район совершенно другой Луноход доставлен на Луну 103-й, я 28-й По команде с земли раскрываются трапы В 70-е годы прошлого века для прелунения были выбраны ровные, как чертежный стол, морские районы Теперь же целью аппаратов станут точки на северном или южном полюсе, где рельеф сложнее Но и открытия могут быть сенсационные Чтобы решить непростую конструкторскую задачу, разработчики новых лунных станций Часто приходят в музей научно-производственного объединения имени Лавочкина за вдохновением Вот эта станция «Луна-9» — это первый аппарат, который совершил мягкую посадку на Луну Снял ее панораму Когда проектировался этот аппарат, конструкторы не были уверены, что поверхность Луны твердая После долгих споров всех убедил Сергей Павлович Королев и оказался прав Вот этот шар с космической станции внутри садился на естественный спутник Земли в специальной шине, которая служила амортизатором В итоге мягкое прелунение и первые панорамные снимки телефотометрам А уже через 11 месяцев на Луну села станция с серьезным арсеналом научного оборудования Приборы для измерения гамма-лучей, самые мощные по тем временам фотокамеры И пробник для первых попыток понять, что такое лунный грунт Это опускалось на поверхность и он выстреливался туда И по глубине внедрения определялась твердость грунта Конструкторы учились на собственных ошибках Миссии первых лунных станций не всегда завершались удачно Однако за несколько лет советские инженеры совершили настоящую революцию в изучении земного спутника Один из самых уникальных аппаратов советской лунной программы Космическая станция Луна-16 В 1970 году она не только благополучно села на поверхность естественного спутника Земли Но и через сутки работы улетела обратно Впервые автоматический аппарат смог собрать и доставить на Землю лунный грунт реголит 101 грамм темного сыпучего порошка ученые-химики изучали потом несколько лет Сегодня снова стоит задача доставить лунный грунт, но совсем другой, полярный Там может быть лед, а значит и вода для будущей базы на естественном спутнике Земли Чтобы изучить лунную поверхность, бур новых аппаратов должен углубиться на полтора-два метра При этом просто сверлить грунт, как раньше, недостаточно Реголит, уверены ученые, таит в себе множество загадок Самая интересная в нем фракция, это летучая фракция Поэтому если мы начнем бурить, всякое бурение, это трение, это нагревание Эти фракции могут испариться Поэтому мы разрабатываем специальную новую технологию забора грунта Его исследование, так называемую криогенную Причем мы не только само вещество исследуем, чтобы делалось и раньше Но исследуем такие летущие фракции Аппарат «Луна-Глоб» отправится к земному спутнику в 2016 году Составные элементы космической станции сейчас проходят испытания Их подвергают нагреву, помещают в экстремальный холод Ведь ночная температура на Луне может опускаться до минус 150 градусов Но уже доказано, что, к примеру, вот эти антенны успешно будут работать в любых условиях Мы его вращали, вот этот аппарат здоровый Мы его вращали, наклоняли по 30 градусов, по 45 градусов Все это крутили, вертели, они снимали параметры И после этого убедились, что да, конструкция антенн выбрана правильно Блок с научной аппаратурой новых миссий в разы больше, чем 30 лет назад Современные российские станции должны проработать год после прилунения А переданную информацию будут изучать тысячи ученых по всему миру Конструкторы уже закончили макет блока Устанавливаются уже штатно по чертежам, к осудским чертежам Устанавливаются все блоки Прокладывается кабельная сеть Устанавливаются все элементы антенно-фильдерной системы То есть вот эти все волноводы, какие-то переключатели, какие-то блоки Через пару лет после лунный глоб к земному спутнику отправится аппарат, чья задача зацепиться за орбиту и летать вокруг Луны Он станет своеобразным мостиком между Землей и новой станцией Луна-ресурс Она сядет на поверхность в 2019-м и, возможно, с обратной, невидимой нам стороны спутника Станция, вероятнее всего, доставит луноход Поэтому в Роскосмосе уже всерьез говорят о возрождении редкой профессии – водитель лунохода Вот трапы, по которым сижали, да Вижу лунную поверхность Поверхность ровная Есть небольшие камни Вячеслав Георгиевич Довгань одним из первых в мире увидел лунные пейзажи Изображение с камер с большой задержкой в виде отдельных слайдов Поступало в Симферопольский центр дальней космической связи, откуда экипаж управлял луноходом Когда садишься за пульт управления, ты врастаешь в луноход и как будто бы ты находишься на луноходе Все задачи луноходчиков были расписаны и утверждены на самом высоком уровне Но 8 марта 1971-го суровые мужчины отошли от регламента Костя Давидовский, наш штурман, говорит, да что это у нас все банально Давайте мы подарим им восьмерку Какую восьмерку? Давайте на луне сделаем восьмерку и подарим им Так сотрудницы центра дальней космической связи получили, пожалуй, самый оригинальный подарок в жизни А фотографии восьмерки на луне разошлись по всему миру Луноходы ближайшего будущего смогут выписывать и более сложные фигуры И главное, перевозить больше груза Ведь цель новой лунной программы — создание на земном спутнике базы, причем обитаемой Ее строительство будет сложной задачей Из-за отсутствия атмосферы луну постоянно атакуют космические частицы и лучи Это надо зарываться под поверхность, ну, на глубину порядка тоже тех же полутора-двух, мол, лучше-то лучше двух с половиной метров Это слой вас защитит от всех этих неприятностей Ученые уверяют, на Луне вся таблица Менделеева Ее изучение может вылиться в тысячи научных открытий Например, Гелий-3 — эффективное термоядерное топливо будущего К тому же земной спутник интересен еще и как большая обсерватория Для радиотелескопов, изучающих космос, там нет помех Но на пятки наступают конкуренты — США, Китай и даже Индия НАСА объявило о создании целого парка автоматических лунных роверов А первый китайский луноход «Нефритовый Заяц» работает на земном спутнике с середины декабря прошлого года Так что на Луне все теснее И главный вопрос теперь — чья обитаемая база первой появится на земном спутнике? Субтитры создавал DimaTorzok